Добрый день! Конечно, требования к гражданам страны, соответственно, повышены. Прежде всего, к самим себе. Мы должны с вами понимать, что спасение утопающих в нашей стране, это согласно Ильфу и Петрову, дело рук самих утопающих. И ничего, прошедшее с момента написания замечательной книги 100 лет, не изменилось. С точки зрения приобретения навыков устойчивого, качественного, я подчеркну, не просто так, безопасного обращения с оружием. На самом деле, на этом, если так можно выразиться, рынке услуг, особенно с момента начала СВО, появилось много так называемых игроков. Но я бы для более понятного изложения, наверное, привел в пример, как вы для своих детей, для себя подбираете вид спорта, образно говоря. Ведь если вы хотите подготовиться к единоборству какому-то серьезному, вы же, наверное, отдаете ребенка в настоящий вид спорта, в официальный, признанный вид спорта. И если вам начнут говорить, ну зачем заниматься боксом? Ну что вы, улицы это совсем другое. Как вы к такому человеку отнесетесь? Ну, по большому счету. Вот как вы считаете, кто более подготовлен? Боксер или человек, никогда вообще не одевавший боксерских перчаток, а прошедший некий курс каких-то особых приемов? Ну, если вы смотрите, наверное, смотрите те же поединки по ММА, вы, наверное, понимаете, да, борцы и боксеры, кто, в общем-то, ведет во всех этих мероприятиях. То же самое обстоит и дело со стрельбой. Абсолютно точно так же. Есть признанные виды спорта. Есть пулевая стрельба, стендовая стрельба, есть практическая стрельба. Виды, официальные виды спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации, по которым проводятся не просто соревнования. На чемпионаты России, Европы и мира. Это настоящая методика, это настоящее мастерство, я бы сказал, искусство. У каждого из них свой путь, у кого-то более долгий, у кого-то более короткий. Но это проверенные временем и тысячами, тысячами людей и миллионами выстрелов методики, которые готовят настоящих мастеров. Я не хочу навешивать ярлыки. Периодически слышу, а иногда даже вижу, посмотрел совершенно случайно в Ютубе, выпал мне какой-то спецкурс, на котором качок, одетый в камуфлированную форму, показывает какие-то элементы с оружием, кое-что правильно, кое-что, кое с чем я бы поспорил, но начинает вдруг говорить, да вот эти из практической стрельбы, вот они так идут, а вот надо ноги по-другому ставить, чтобы пуля в артерию не попала. Ну, знаете, иной раз просто до смешного доходят, что если он считает свою накачанную ногу достаточной защитой для своей артерии, то, что он ее чуть довернул, ну, хочется только так удивиться просто по большому счету. Когда он начинает показывать перезарядку, где он забывает про противника и смотрит исключительно на свой магазин, колупаясь там двумя руками, хочется сказать, дружок, ну приди разочек в секцию практической стрельбы, ну, не разочек, одного раз будет мало, но позанимайся с настоящим профессионалом. Есть на самом деле ребята служившие, кто-то на самом деле хочет что-то там донести, но надо понимать, что каким бы ни был инициативным энтузиаст какой-то, отдельно взятый, у него нет, как правило, четко выверенной методики, а уж тем более проверенной годами, когда человек или спортсмен, это же не имеет большого значения, когда его ведут от нуля и до определенной высоты. У нас этот опыт есть. Федерации 20 лет, и у нас есть настолько выдающиеся спортсмены. Откройте YouTube тот же, откройте любой вообще совершенно канал про стрельбу, и вы увидите такие фамилии, как Маша Гущина, как Павел Торгашов, как Алексей Рогозин. От нуля и до высшей точки, до мирового пьедестала. Всем рекомендую посмотреть видеоролик «Эволюция практической стрельбы», где мы начинаем с того, что в 1985 году никарагуанский специалист приезжал в спецподразделение «Вымпел», нам удалось достать эту пленку. И вот насколько развилась стрельба с 1985 года до настоящего момента, он показывает именно элемент практической стрельбы, который существует 50 лет. У нас в России чуть больше 20 лет. И как развились наши ребята, как они двигаются, как поражают мишени и так далее. Что еще хочется сказать? Конечно, этот путь рассчитан на года, на сотни и тысячи тренировок. Если вы хотите оперативно подготовить себя к службе в вооруженных силах, прежде всего надо научиться безопасно обращаться с оружием. Это первое, с чего надо научиться, начинать. И с чего мы всегда начинаем? У нас есть курс «Бекассо» называется «Безопасное обращение с оружием». Чтобы вы, самое главное, не застрелили себя, не причинили вред себе и тому, кто находится рядом с вами. Вот это основная задача. Знаете такое понятие у военных? Дружественный огонь. Огромные потери несут обе воюющие стороны от этого так называемого дружественного огня. Когда не разобрав, кто перед тобой, боец начинает открывать огонь. И первым делом вылезают именно те навыки, которые не заложены изначально. Когда палец лежит на спуске и, двигаясь в колонии, боец спотыкается и впереди идущему всаживает очередь в спину. И многое-многое подобное. Обращение с оружием. Не пытаться изучать тактику. Объясню почему. Тактику у вас будет достаточно времени. Именно тактическим приемом, различным действием в подразделении и так далее. Надо начинать по принципу от простого к сложному. Самое простое – получить базовые навыки стрельбы. Научиться четко видеть мушку в прорези целика. Обрабатывать прицельные приспособления. Уметь ими пользоваться. Научиться четко обрабатывать спусковой крючок плавно. Производить выстрел. Производить выстрел из разных положений. Их не так много на самом деле. Стоя, с колена, лежа. То, что из-за укрытия – это одна из импровизаций. Один из вариантов. Понимаете? Научиться четко перезаряжаться. Правильно это делать. Но все это, что я перечислил, только после того, как пройти базовые занятия по безопасному обращению. Навсегда для себя усвоить, что оружие направляем только туда, куда мы хотим стрелять. Палец на спуск кладем только тогда, когда мы хотим стрелять. Уже мы уверены, что мы хотим стрелять. Что при перемещении нашем, при перезарядке палец у нас находится всегда вне спусковой скобы. Ну и некоторые другие. Я бы все свои усилия сосредоточил на том, чтобы немножечко получить, во-первых, базовые навыки стрелковые, а во-вторых, немного настрела. Чуть-чуть их закрепить. Понимаете? Потому что тактику показать, это если человек нормальный, с нормальным образованием, нормальный физически развитый, много времени не потребуется. А у вас правильно называется федерация? Федерация практической стрельбы России. У самой федерации есть такие точки? Объясню. Все стрелковые клубы, входящие в состав федерации, больше 150, как основная масса, это частные стрелковые объекты. Все они связаны с федерацией договорами. Мы устанавливаем требования к инструкторам, к судьям, требования на получение разрядов, званий. Понятное дело, они установлены Министерством спорта. То есть у нас все права на развитие данного вида спорта. И мы работаем в тесной кооперации со стрелковыми объектами. И мы следим за качеством персонала, который предоставляет данные услуги. То есть у нас системная работа. Понимаете? И проверяем мы, знаете как, мастерство бойца в бою, а мастерство спортсмена на соревнованиях. И лучшим показателем, что чемпионы мира по практической стрельбе, это основные тренеры спецподразделений Дельта, 6-го отряда морских котиков, это не скрывается. Американцы Роб Ледом, Тодд Джаред, Майкл Войт, к сожалению, ныне покойный. И многие, многие, многие другие. Любыша Мамчилович, сербское спецподразделение и так далее. Они чемпионы в практической стрельбе. И все спецподразделения пользуются их услугами с точки зрения поднятия стрелкового мастерства. Понимаете, о чем мы говорим? Стрелковое мастерство. Все остальное, тактические навыки, тактическое мастерство уже наращивается в самих подразделениях. Уже теми мастерами, которые там есть. А стрелковое мастерство дают наши специалисты. У нас, боюсь, соврат 74 региональных отделения по всей стране. 76 уже. 76 региональных отделений. Да, с небольшими подсказками от своих коллег. 76 региональных отделений. Мы охватываем всю страну. В каждом региональном отделении есть минимум один клуб. Даже в самом захолустном. Стрелковый. Вот. А ну, я уж не говорю про такие. Москва, Питер, Екатеринбург. И многие, многие, многие другие. В основной массе клуб зарабатывает. То есть, он вынужден зарабатывать на стрелках. Это нормально. Инструктора для них это основная работа. Они кормят свои сни. Ну, все. Да, 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 да. Клуб Архангел Михаил. Это исключительно благотворительный проект по-настоящему достойного, патриотично настроенного человека, который, собственно, дал возможность в своем Уральском регионе тысячам людей заниматься. Я бы сказал, ну, фактически бесплатно. Правильно? Такие созданные условия. Такие галереи стрелковые. Такие упражнения. Такие чемпионаты проводятся. То есть, не то, что он отказывается категорически брать какие-то дотации от Министерства спорта или от нас. То есть, за свои деньги все это делается. Понимаете, разница в подходе? Ну, кому-то повезло. Екатеринбуржцам, например. Ну, и у нас есть хороший клуб. Вот мы с вами находимся. Академия практической стрельбы. Фаерлайн. Очень серьезный, хороший клуб. То есть, всегда можно с руководством разговаривать о каких-то там дисконтах, каких-то отношениях и так далее. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.